Это программа «Одень с толком» В студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Смотрите выпуски. Иномарка сегодня влетела в остановку с людьми. Есть пострадавшие. Праздную победу в российском Минстру оценили сюжет наших корреспондентов о Барнаульской набережной. 32 метра высотой в Барнауле начали установку главной елки региона. Крупная авария произошла в Барнауле. Автомобиль Ниссан влетел в остановку Медуниверситет в сторону речного вокзала. На остановке в этот момент находились люди. По словам очевидцев, есть пострадавшие. На месте работает скорая. Движение по Ленинскому проспекту не перекрыто. Обстоятельства ДТП выясняются. Подробности расскажем в вечернем выпуске. Пользователи соцсетей боятся, что енот из барнаульского зоомагазина мог попасть в беду. Это тот самый енот, которого общественники и хоккейный клуб «Динамо Алтай» пытались выкупить из зоомагазина и вытащить из маленькой клетки. Тогда спасти Соню не удалось. Продавать ее не захотели сотрудники магазина. А на днях она и вовсе пропала с прилавка. Енотиха Соня, за которую переживал весь барнаул, пропала из магазина вместе со своей метровой клеткой. Напомним, месяц назад в соцсетях появились фотографии енота, который лежит в маленькой клетке под яркой лампой. Барнаульцам стало жалко животные и они начали сбор средств на освобождение Сони. В итоге енота решил выкупить хоккейный клуб «Динамо Алтай». Но директор магазина отказалась продавать Соню. Естественно, никакой юридической силы это заявление не несет. Управляющая магазином нарушила закон о защите прав потребителей. Причем в магазине до сих пор уверена в своей правоте. Вы доказали, это у вас есть на руках документы, удостоверяющие нашему правоту. У вас ничего нет? Ранее в магазине уверяли, что енот скоро отправится в Рубцовск к некой Татьяне, которая занимается передержкой животных. Проверить это общественникам и нам так и не удалось. Мы отправили запрос в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку в данной сети магазинов, ведь там продолжают обитать и другие еноты в таких же клетках. Ирина Корчагина, День с толком. Сегодня в России отмечают День неизвестного солдата. В Барнауле в честь этого события ветераны, сотрудники полиции, МЧС, кадеты торжественно возложили цветы к мемориалу славы. Почтили память неизвестных солдат и первые лица города и края. Вместе с губернатором Виктором Томенко гвоздики к мемориалу возложил и полномоченный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло. Напомним, День неизвестного солдата отмечает всего седьмой год. Его утвердили в память российских и советских воинов, чьи имена остались неизвестными, погибших на территории нашей страны и за ее пределами. Цветы сегодня возлагала и почетный гражданин Барнаула Матриона Андрейченко. Отцу бывшего нашего Баварина, руководитель нашего города был, его отец, он участник войны. Вот мы его всегда отмечаем. Этот день, что он стоит, как за него стояли наши солдаты, добивались того, чтобы быть миром на земле. В российском Минструе оценили сюжет нашей телекомпании о Барнаульской набережной. Материал нашей съемочной группы победил в федеральном конкурсе «Буква А». Его проводят для журналистов и блогеров, которые пишут об архитектуре. Помимо Минстроя в состав жюри вошли члены Союза архитекторов России и Союза журналистов. В центре внимания Барнаульская набережная. Автор сюжета Ирина Корчагина и городской общественник Игорь Берг прогулялись по набережной и своими глазами увидели, как нехитро она благоустроена. Отсутствует ливневка, просила плитка, появились первые трещины в покрытии. Хотя открыли набережную всего полтора года назад. Я, конечно, не эксперт, но мне кажется, что этот слив должен проходить хотя бы немножко подальше, так как это не последний ярус набережной. И вообще все это напоминает знаменитую фонтанскультуру из Бельгии «Писающий мальчик». Кстати, московские эксперты искренне удивились тому, что в Барнаульском туркластере приходится ходить по нужде в кустики. Мужчины могут ходить где, женщинам, единственная варяга, в самом речном вокзале, туалет, пивнушки. Куда? Под столбом? Куда? Ну или под дерево какое-нибудь? Ну как вариант, а почему нет? Да? Это же естественно, надо быть человеком. Нельзя винить его за то, что человек дышит, например, да? Ему же надо куда-то в воде одевать. Почки работают, хорошо знать, что у человека. Ну а тем временем в Барнауле начали установку каркаса главной елки региона. До 17 января площадь Сахарова будет закрыта для движения автомобилей. Изменится ли оформление новогоднего городка и сколько денег на него потратили? Расскажем далее. Монтаж самой большой елки города уже начался совсем скоро. Здесь установят и укрепят искусственные ветки 32-метровой ели. Сколько времени у вас идет на полную установку елки? Дней 10. Если в полгода, наверное, может меньше. Последний раз елку переносили в 2012 году на площадь Свободы. Но такой эксперимент, призванный разгрузить центр города, барнаульцы не одобрили и ель вернули на площадь Сахарова. Там же по традиции вновь будет расположен снежный городок, появятся четыре маленьких, односредние деревянные горки, трехметровые ледяные фигурки Деда Мороза, снегурочки и символ 2020 года – крысы. В микрорайоне Затон уже готовят лед для их строительства. В текущем году у нас из нового введения – это приобретение гирлянды Белл-клайт-ленты, порядка 600 метров, которые у нас будут использованы в освещении поверхной разводки по площади Сахарова. Также в этом году мы планируем установить световые фонтаны, пересечение Ленина и Молодежная также в рамках этого контракта. Новое оборудование потребовало и новых средств. В этом году на все работы выделено более 8 миллионов рублей. Это на полтора миллиона больше, чем в прошлом. Теперь, уверяют подрядчики, площадь будет эффектнее. Официальное открытие снежного городка состоится 28 декабря. Анна Ирбис, Александр Антропов. День с толком. На днях кузница творческих кадров Алтайского края отметила 45-летие. Алтайский государственный институт культуры основали в 1974 году. И с тех пор образование там получили более 15 тысяч человек. В их числе и известные личности Барнаула. Артем Асенгача без преувеличения знает пол Барнаула. Его таланты сложно сосчитать. В недавнем прошлом председатель молодежного парламента Алтайского края. Сегодня успешный ведущий и организатор событий. Сотрудник института культуры. В вуз пришел просто. Его отец преподавал на хореографическом факультете. Пошел к нему учиться. Но по профессии Артем не работал ни дня. Когда-то поступая на хореографию, я считаю, что я в этом деле добился определенных результатов. В мои руки попал микрофон и я стал вести, а потом и организовывать мероприятия. И дошел до определенного уровня качественных событий, масштабных. И это как-то затянуло. В Алтайском институте культуры 5 факультетов. Хореографический, музыкальный, художественного творчества, социально-культурных и информационных технологий, дополнительного образования. Ежегодно выпускают более 300 профессиональных артистов, музыкантов, режиссеров, сотрудников музеев и библиотек. По моему личному убеждению, у каждого третьего выпускника журфака есть история о том, как он почти поступил в институт культуры. У меня она тоже есть. Я подавала документы на режиссуру, но, к сожалению, даже не пришла на творческий экзамен. Для меня и для многих моих коллег, которые так же, как и я, не поступили от чего-то в АГИК, он остается несбыточной мечтой. Но есть и те, у кого хватило смелости и таланта выбрать творческую профессию. К примеру, Сергею Автоманову. Он выпустился из института культуры полтора года назад. По образованию режиссер любительского театра. Работу нашел без труда. Служит в музыкальном театре. За год сыграл более 10 ролей. В Барнаул Сергей приехал из Кытмановского района. Говорит, что там никто не мечтает о славе, как и он сам. У людей просто есть желание работать и все. Поэтому у меня не было какого-то тщеславия, алчности. Я просто не знаю, почему я просто пошел. Мне просто в какой-то момент, я посчитал, что это мне необходимо. Будучи в таком молодом состоянии, я посчитал, что это необходимо. Поступить в ВУЗ культуры. Для Сергея и для всех выпускников АГИК стал ступенькой на сцену. Дорогой к работе мечты. Славная история этого центра, этого культурного пространства продолжается. Но в свою очередь мы пишем сегодня новую историю и концертного зала, и вуза в целом. И приглашаем в первую очередь молодых ребят поступать в Институт культуры. Выбирать себе профессию, которая сделает из вас людей состоявшихся. Я желаю здоровья всем преподавателям. Чтобы действительно каждый преподаватель получал по заслугам. Действительно. Потому что на данном этапе можно сказать, что они все всем доказали. И все заслужили. А мы к поздравлениям присоединяемся. Дарья Демиллер, Илья Халяпин. День с толком. На сегодня это все. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи.